Добрый вечер в Украине 20.00. Вы переподробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Компромат Анищенко. Почему мнения участников коалиции по заявлениям нардепа-беглеца кардинально разошлись? По следам княжичей продвинулось ли расследование резонансного дела о расстреле пяти правоохранителей? Отчаявшиеся, что вывело на улицы протестующих сразу в нескольких областях Украины? Взаимные обвинения, межпартийная критика и фракционный демарш. Таким классическим набором нардепы пришли в сессионный зал после двухнедельной работы за стенами парламента. Что на повестке, на что коалиция одалживает голоса и когда наконец дойдут до бюджета? Екатерина Лысенко подробнее. В свою работу в сессионном зале после двухнедельного перерыва нардепы обещали посвятить бюджетному процессу. Кроме самой сметы на столе ряд налоговых изменений. Но пока народные избранники настаивают на корректировке бюджета, а сам процесс далек от завершения. Достаточно сложно будет идти как раз принятие бюджета, потому что сейчас нет еще сгоды, что до изменения бюджетного кодекса. А снижение, например, акцизов, оно должно сбалансировать бюджетные показники. Поэтому, поскольку сегодня нет еще решений у комитета, на мой взгляд, еще заранее делать остаточные прогнозы о принятии бюджета. Мы вымагаем в бюджете пенсию на уровне 3,5 тысячи гривен, минимальную зарплату 4,5 тысячи. Ревень социальной допомоги должен быть проиндексованный на инфляцию последних трех лет. То есть вдвече. Коммунальные тарифы нужно снизить вдвече. Но как мажоритарщики даже в так званой коалиции чувствуют уже приближение досрочных выборов, они понимают, что за законы, которые будут отменять стипендию, с пенсиями, мучать людей, не выплачивать те достойные пенсии, которые должны быть, они голосовать просто физически не смогут, они же потом не переизберутся. Вот поэтому и кризис такой в Верховной Раде. Посему, отложив смету, нардебы переходят к военному. И повод есть в День защитника украинской армии. В повестке дня несколько законопроектов. Так Рада разрешает бессрочным контрактникам увольняться после двух лет службы. Закон это принимают, но каждый раз в коалиции просят коллег дать голоса. Своих, мол, не хватает. Шановные народные депутаты, из всех фракций, которые сейчас находятся в буфетах, в кулуарах, которые дают интервью, нарешті поверніться в зал. Цей закон необходимый украинской армии. Не позорьтесь. Будь ласка, зверніться до них с нормальным людским проханием. Зайти и выполнять свои трудовые функции. А тут еще и самопомощь со своими требованиями. С утра фракция ушла из зала, едва успев озвучить список. Мы требуем внести в зал для голосования подание Генерального прокурора на снатяжение доторганности народного депутата Новинского. Друге, мы требуем внести в порядок денный закон о недоторганности народных депутатов. Что касается поведения самопомощи, я, честно говоря, их Демаршу не зрозумел. Может, это связано с проведениями, которые перебывают на расследовании в Генеральной прокуратуре по Львовской и Минской Раде. Может так, может нет. После выхода из зала самопомощи всем стало зрозумяло, что никакой коалиции не существует. Впрочем, в самой коалиции отношения слегка испортились. Народный фонд с самого утра всей фракции вышел и потребовал расследования заявлений нардепа-беглица Онищенко. Но только в той их части, где заветы интересы бывшего премьера. Онищенко организовал отдел пропаганды против оборудования премьера-министра. Он рассказал, что он организовывал цькувание Арсения Ценюка через то, что премьер-министр заваждал коррупционным злочином. Мы требуем от НАБУ, от Генеральной прокуратуры назвать имя замовника и выполнения этих брудных технологий. Но в блоке Порошенко все заявления Онищенко называют провокацией. Я хочу спочатку, перш за все, поставить под сумнів вообще легитимность и наявность реальных каких-то вещей у пана Онищенко. Саме правдивых, а не сфабрикованных. Не нужно, не можно ни в любом случае подаваться на провокации. Это такая серьезная атака, торпеда, что до местности на местность коалиции и попытка посварить фракции парламенту один между собой. Оскільки це буде означати, що повна дестабилизация, відсутність політичной стабильности. Но фронтовики, похоже, намерены и дальше настаивать на расследовании. Возможно, во время бюджетных баталий их требования зазвучат громче. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцар, Владимир Самченко, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Лоша провокация. Так президент отреагировал накануне на заседании фракции БПП на скандальные обвинения Александра Онищенко. Нардеп, напомню, ранее заявил о том, что располагает с записями, компрометирующими первое лицо государства и его окружение. Однако, по словам главы фракции Игоря Грынева, президент заверил, что, процитирую, никаких пленок нет и быть не может априори. Если бы они были, их бы уже показали и фамилии назвали. А раз ничего нет, то это всего лишь пустые разговоры. Конец цитаты. Но президенту не поверили коллеги БПП по коалиции. Нардепы от Народного фронта сегодня отправились в антикоррупционное бюро и потребовали открыть уголовное производство о подкупе депутатов. Сослались они на интервью Онищенко из здания The Independent, в котором нардеп Беглец рассказал о том, что заплатил за свое депутатство немного не мало 6 миллионов долларов. Какая ставка перед собой мы тут. И это расследование должно уменьшить уровень коррупции в высших эшелонах власти. Пока представители Народного фронта требуют расследовать заявление Онищенко, сегодня в Браварах прощались с правоохранителями Сергеем Орловым и Евгением Куртьевым, погибшими в кровавой перестрелке в Княжичах. Все подробности в материалах наших корреспондентов. Мать погибшего сотрудника госохраны Сергея Орлова пытаются успокоить, но безуспешно. Сегодня в Браварах она провожает своего сына в последний путь. Погибшие ребята были молоды, перспективны, каждый строил свою жизнь, но она оборвалась внезапно и нелепо. Их расстреляли в упор коллеги, в то время, когда они выполняли свой долг. Родственники и друзья погибших не знают, как было на самом деле, просто чувствуют, что все не так, как говорят в официальных сводках. Если говорят, что это перестрелка, перестрелка это может быть одна куля, две. Но если я реально знаю, что сейчас в теле Сергея Орлова было три смертельные кули в бок сердца, а в его теле было вытягнуто семь куль, то, извините мне, пожалуйста, это методичный расстрел. При том, что стреляли практически в упор. Сегодня здесь не услышишь ни рассуждений, ни экспертных мнений, зато много эмоций. Каждый скорбит и до конца не верит в то, что случилось, эта трагедия. Должны были с ним в воскресенье по скайпу разговаривать. Я в России живу. Я в назначенное время сидел и ждал. И тут такая новость. Играет полицейский оркестр. Холодно на улице, но еще холоднее на душе у провожающих. Тела погибших несут на кладбище. Сегодня здесь и начальник полиции охраны говорит, сам не знает всех подробностей страшного происшествия. Очевидно только то, что на его подчиненных напали внезапно и расстреляли в упор. В МВД уже сообщили, семьи пятерых погибших в княжичах получат по 800 тысяч гривен и квартиры. Правда, скорбь по погибшим это утолить никак не сможет. Александр Пантелеймонов, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Сам министр внутренних дел на похоронах не присутствовал. Он все еще находится в Канаде, несмотря на ранее данное обещание прервать этот визит. Арсен Аваков, который не выразил соболезнования семьям погибших, отреагировал при этом на призывы к его отставке. В Оттаве корреспонденту агентства Украинформа он заявил, цитирую, «дай бог нашему теляте волка понять, мол, это уже 63-е постановление и никакого результата оно не принесет». Не решились посетить церемонию прощания с погибшими в княжичах и советники главы МВД Зарян Шкиряк и Антон Герасенко. Не было и исполняющего обязанности главы нацполиции Вадима Трояна. И тем не менее, уже завтра события в княжичах станут темой заседания парламентского комитета по правоохранительной деятельности под председательством Андрея Кожемякина. Депутаты заслушают доклад о причинах этой трагедии, исполняющего обязанности главы нацполиции Вадима Трояна. А Авакова в отставку. С таким требованием на брифинге в Верховной Раде выступил лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Политик в очередной раз отметил, что Аваков вместо того, чтобы заниматься расследованием трагедии в княжичах, находится в Канаде. Ну и пока в деле о расстреле правоохранителей в поселке Княжичи больше вопросов, чем ответов. И официальная версия, которую сегодня высказал генпрокурор Луценко, ответов этих не дает, как и версия МВД. Мой коллега Руслан Смещук расскажет подробнее. Сегодня Юрий Луценко озвучил версию, которая рассматривается в ГПУ в качестве основной. И она не противоречит версии МВД. Перестрелка в княжичах, по его словам, трагическая случайность. Все произошло из-за отсутствия координации ошибок со стороны руководителя операции. Кировный склад, кировисты этой операции дали дело непрофессийно и неправильно. Следующие генпрокуратуры обращают в действиях тех, кто координовал подальше действия, явные ознаки злочинной недболости, которая привела до особо тяжких наследований. И сегодня же в МВД заявили, семьям погибших дадут квартиры и выплатят компенсации. Сегодня же ветераны силовых ведомств и медийщики, занимающиеся темами криминала и безопасности, раскритиковали руководство правоохранительных органов за недостаточное информирование общества по этому резонансному делу. До сих пор не опубликовано видео с личных регистраторов спецназа, которая может дать исчерпывающие ответы на ключевые вопросы. Почему силовики в форме не идентифицировали друг друга? Почему спецназ полиции расстрелял маркированную машину, убив и полицейских охраны, и разведчиков МВД, которых они ехали выручать? Дефицит данных в таких условиях наносит вред имиджу Министерства внутренних дел. Выникают в суспільстве очень много версий, и на самом деле, если бы одна из этих версий справдилась, то было бы просто жахливо. Выникают даже версии, что работники КОРДу прикрывали переворотников, которые совершили сами разбийные напады или крадежки из приватных будильников. По мнению экспертов, произошедшее является печальным итогом неэффективных реформ в МВД. Долгое время удавалось, персонифицируя тех или иных исполнителей, списывать как бы на исполнителей проблемы. Ну, застрелил, значит, в результате абсолютно безумной, малограмотной погони там полицейский мальчишку 17-летнюю из Боярки. Ну, виноват сам полицейский. Погибли полицейские в Тернополе. Тихо прошептали, не поднимая особо скандала, хотя действия конкретных полицейских были тоже малограмотные. А на самом деле за всем этим стояла страшная управленческая прореха. Все задают вопрос, последует ли отставка. Нет, не последует. Отставки Авакова не будет. В силу того обстоятельства, что Аваков является одним из элементов, несущих элементов нынешнего картеля власти. И это означает, что даже при всех репутационных издержках, Аваков, очевидно, какое-то время еще проработает министром внутренних дел. Так или иначе, за это он может ответить только спустя время. В самих же княжичах в официальную версию не верят. По слухам, дом, возле которого произошла трагедия, принадлежит высокопоставленному правоохранителю. На этой улице очень много живут непростые люди. Я уже не говорю, каким образом они там потрапили. Версия была такая, что там один из прокуроров. А уже вечером на сайте Антикор появились фотографии убитого оперативника и офицера Корда. И сообщения, что спецназовца нашли на соседней улице с простреленными ногой и затылком. Якобы он был убит во время попытки скрыться с места происшествия. На данный момент это непроверенная информация. Уже завтра генпрокурор будет отчитываться перед депутатами Верховной Рады о первых результатах расследования. Возможно, там ему удастся объяснить основные противоречия официальной версии. А пока 25 сотрудников МВД, принимавших участие в спецоперации, спецназовцы Корда и неназванное чины Министерства внутренних дел на время проведения расследования отстранены от службы. Руслан Смещук, Магда Кривовяз и Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. Сегодня в Шевченковском райсуде столицы избирали меру пресечения. Пятерым преступникам, задержанным после этой кровавой перестрелки между силовиками. У здания суда сейчас находится мой коллега Ярослав Кречко. Он с нами на прямой связи. Ярослав, добрый вечер. Что сейчас происходит в суде и что тебе известно? Есть ли уже решение? Да, Наталья, добрый вечер. Заседание Шевченковского райсуда получилось достаточно спонтанным. Еще утром в нас полиции заявляли, что будут требовать ареста для задержанных членов преступной группы. Но пока еще проводят с ними следственные действия и в суд не обращаются. Но вот после обеда где-то в 5 часов вечера заседание здесь, в Шевченковском райсуде, началось. Оно было спонтанным. Объясню еще почему. Потому что многие съемочные группы, телеканалы и журналисты не знали о том, что заседание состоится. И вот даже сейчас в эти минуты сюда еще приезжают журналисты. Но заседание уже закончилось. И продолжалось оно где-то полтора-два часа. И всем, даже не пятерым, а уже шестерым участникам преступной группы избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Вот только для одного из них еще предусмотрен залог на сумму 480 тысяч гривен. Что стало известно уже по итогам заседания, что большинство участников этой группировки отказались общаться с журналистами. Те, кто успел сюда приехать. Они даже отказались от того, чтобы их снимали. Но вот один из задержанных рассказал, что не понимает, почему его задержали. Что его несколько часов на морозе продержали. И что он в воскресенье утром, когда его и задержали в 4 часа утра, просто ездил на машине по городу. Но факт остается фактом. Заседание суда закончилось. Задержанные будут находиться под стражей 2 месяца. Их обвиняют в незаконном хранении оружия. И подготовки разбойного нападения. Студия. Спасибо, Ярослав. Ярослав Кречко об избрании меры пересечения шестерым участникам преступной группировки, которых сегодня поместили под стражей. Надо отметить, что никто из кордовцев, которые были в княжичах, не задержан. А пока нардепы в Верховной Раде занимались политическими разборками, у стен парламента состоялись сразу несколько митингов. Несмотря на мороз, поддержать акции пришли около полутора тысяч человек. Олег Решетняк. Подробнее об их требованиях. Возле Верховной Рады с самого утра шумно. Мариинский парк под усиленной охраной. А банковую перекрыли протестующие. Здесь сразу несколько митингов под разными флагами и с разными требованиями. От сохранения и повышения стипендий студентам и до отставки главы МВД Арсена Авакова. Авакова мечталку! Авакова мечталку! Среди митингующих и бывшие милиционеры. Чтобы поддержать акцию, в Киев они приехали со всей Украины. Миличины. А вы? Запорожье. А вы? Снежина. Кременчуг. Офицеры милиции в отставке говорят, после проведенных аваковых реформ, правоохранительные органы утратили профессионализм. Преступность растет, раскрываемость падает. Выходит, старое сломали, а новое так и не построили. Трагедия в Княжичах, говорят митингующие, еще раз это показало. Аваков кик в Канаду. Когда такая трагедия случилась, мы тоже скорбим. Скорбим за этими молодыми парнями из нашей Хмельницкой области. Обидно за новую полицию. Обидно. Мне их жалко. За три месяца академию кинуться. А мне их жалко. Раскритие злочиня нет. Нули. Кроме спасения правоохранительных органов и отставки главы МВД, бывшие милиционеры требовали пересчитать им пенсии. Ведь теперь действует новый закон о полиции, под который бывшие сотрудники МВД не попадают. А значит получают гроши по старому, милицейскому закону. Заява министра внутренних справ Авакова для нас это повнише обурение. Он заявляет, что нам пенсии будет выплачивать, чтобы мы обратились к Захарченко. Мы не Захарченко служили, мы служили украинскими народами. Спустя несколько часов к митингующим вышли представители МВД. Сначала советник министра внутренних дел Антон Герашенко попытался охладить пыл протестующих и даже пообещал разобраться, но людей не убедил. Возвращаться в спасительные стены Верховной Рады пришлось спешно. Я веду вопросы, которые касаются реформы правоохранительных органов. Я сегодня, увидев ваше желание, изучу законопроект. Эти цифры на сегодняшний момент нереальны, поскольку в стране идет война, иностранцы сюда приходить не хотят. А чуть позже к митингующим вышел и Зорин Шкиряк, еще один заместитель Авакова. В разъяренную толпу не пошел. Предусмотрительно решил остаться по другую сторону ограждения. Но и у него разговор с бывшими сотрудниками МВД не задался. Началась словесная перепалка. А вот к Сергею Каплину, лидеру социал-демократической партии, митингующие отнеслись теплее. Политик объявил собравшимся о создании штаба борьбы за права ветеранов МВД и подчеркнул, что забастовка бессрочная. Теперь и протестующие говорят, подобные акции будут продолжать и дальше, пока Министерство внутренних дел не выполнит их требований. Леонид Аборин, Оксана Григорьева. Подробности телеканал Интер. Не Киевом единым ветераны МВД сегодня митинговали не только в столице. Волна протестов прокатилась сразу по нескольким регионам. Бывшие милиционеры, помимо прочего, требовали отставки действующего министра внутренних дел Авакова. Почему, расскажут наши корреспонденты. Рано утром в Запорожье у здания областной администрации собираются ветераны МВД. Требуют отставки Авакова и перерасчета пенсии отставным милиционерам. Минимальная заработная плата уже будет с 1 января превышать пенсию работника милиции, который отдал свое здоровье. Некоторые инвалиды стали после службы. Вы знаете, то есть необходимо обратить внимание на пенсионеры МВД, которые служили. Тем более, что у нас больше 200 тысяч. На митинг в Кропивницком вышли несколько сотен пенсионеров-правоохранителей. Требования те же, в том числе приравнять милиционеров отставки к полицейским. И, соответственно, повысить им пенсию. Виталий Выдайко на пенсию уже 17 лет. Говорит, с сегодняшними ценами на пенсию в 1700 гривен прожить нереально. А сейчас льгот не маю. Коммунальные услуги, мы можем сказать так, что не сильно подъемные. И на жизнь практически не остается. Бывшие правоохранители утверждают, отказываясь повышать им размер пенсии, в министерстве нарушают закон о нацполиции. Мы имеем дело не с государством, а с наперсточниками. То есть, куда бы ни положили свои деньги на кон и указываете на любой наперсточник, там нет шарика. Шарик у него в руке и вместе с вашими грешами. В пенсионном фонде Кировоградской области поясняют, перерасчет готовы провести хоть завтра. Дело за распоряжением из министерства. Но пока в министерстве внутренних дел о тех, кто уже отслужил, не вспоминают, чтобы отстоять свое право на достойную пенсию, бывшие милиционеры начали массово подавать иски в суды. Елена Брынза, Сергей Бордюжа, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Лишать ли неприкосновенности народного депутата Вадима Новинского? В очередной раз этот вопрос обсуждал регламентный комитет. Было жарко, возникла словесная перепалка между генеральным прокурором и народным депутатом. А после заседания Юрий Луценко и вовсе не выбирал слов, высказываясь в адрес адвоката Новинского Олега Татарова. Татаров, сука, не православная. Митцовская, сука, конченная. Что же касается решения регламентного комитета, там генеральной прокуратуре отказали в связи с тем, что представление не соответствует критериям обоснованности, мотивированности, законности и достаточности. Спикер парламента должен либо вернуть документы Луценко на доработку, либо вынести его в зал на голосование. Спустя час Андрей Порубей заявил, что голосовать парламент все же будет в четверг. Спикер поставит этот вопрос о снятии неприкосновенности с Новинского первым. Но, судя по сегодняшнему парламентскому заседанию, голосов может и не хватить. А вот как комментирует это решение сам нардеп. То, что, несмотря на решение комитета, спикер Андрей Порубей решил срочно вынести это на зал заседания Верховной Рады на четверг, как раз является основным свидетельством того, что это дело политически мотивировано или является политически заказанным. Не имея никаких юридических оснований, прибегает к политической целесообразности. Это борьба с оппозицией. На вечернее заседание Верховной Рады сегодня пожаловал лично премьер-министр. С нами на связи моя коллега Елена Зорина. Она работает там на месте. Лена, расскажи, что заставило Владимира Гройсмана отправиться этим вечером в парламент? Да, Наташа, добрый вечер. Сегодня на вечернем заседании парламента рассматривали довольно-таки важные документы, бюджетнообразующие, в частности, изменения в бюджетный и таможенный кодекс, а также вопрос поднятия минимальной зарплаты и продолжения особого порядка выплаты пенсии. Ну и вот, собственно, для голосования этих вопросов и убеждений, нардепу приехал лично премьер и вот о чем говорил. Мы шукали варианты решения, которые бы позволили нам заправить в стране минимальную зарплату на уровне реального прожиткового кошек, который мы закладываем как фактический на 2017 год. И эта цифра на уровне 3200 гривен. Сейчас наше завдание – подняти зарплату, уменьшить дефицит пенсийного фонда, сделать все для того, чтобы мы имели основы и основы для увеличения реальной пенсии. Ну, голосов хватило, так что ждать повышения уже с января. А сегодня в парламенте, точнее в кулуарах, получила продолжение другая миллионная история, связанная с квартирой нардепа Сергея Лещенко. Скандал, напомню, возник вокруг покупки жилья в элитной новостройке на Печерске. И вот в нациоагентстве по предотвращению коррупции увидели подвох, связанный со скидкой, которая была получена нардепам при покупке квартиры. И сегодня представители ведомства пытались зачитать нардепу админпротокол. Хочу сказать, что намеревались это сделать и раньше, но нардеп ведомства не приехал. И вот сегодня, собственно, тоже слушать не стал представителей ведомства и скрылся за сессионными дверями, куда посторонний вход воспрещен. Ну и вот, как прокомментировали эту выходку в нациоагентстве. А вот Генпрокуратура сегодня заявила, что вопросов к нардепу Лещенко больше не имеют. Мол, удовлетворены тем, что он сказал на допросе. Но вот те, кто давал взаймы ему денег, проверят, но только вот не следователи, а фискальщики. Наразі справа по незаконному збагаченню пана Лещенко, яку вела Генеральная прокуратура Україна, закрыта. Запады по этой справе мы надошли в Державную фискальную службу ДФС, які мають провести і скласти акт перевірки. Після чого ми остаточна визначимося, чи інші фігуранти всіх оборудок і цієї квартири є чисті перед законом. Ну, собственно, це все новости к этой минуте. Наташа. Спасибо, Лена. Елена Зорина об итогах вечернего заседания Верховной Рады. Вооружённым силам Украины 25 лет. Президент Порошенко по случаю праздника сегодня наградил военнослужащих. В частности, золотые звёзды героя Украины получили родные 18-летних добровольцев Андрея Снитко і Сергея Табалы, погибших под Риловайском і в Донецьком аеропорту. Пётр Порошенко заявив о том, що їх подвиг навсегда останеться в історії України. Що касається армії в цілому, то її боєвая мощь за останнє время значительно возросла, отметила глава государства. Рівень боєздатності українського війська протягом року чітко зростав. Кількість військових частин готових до виконання завдань за призначенням збільшилася майже на 20%. Загалом в 16-му році, думайте, було проведено більше 500 навчань на території України та за її межами. До цих навчань були залучені інструктори з країн Північно-Атлантичного Альянсу та з країн Європейського Союзу. С юбілеєю українську армію поздравляли по всій Україні. В Львові провели марш защитників. Новой техніки порадовались і одеські военні. К 25-й годовщині їм передали бронекатера. Все подробності в нашому матеріалі. Марш защитників. Так, сьогодні во Львові отмечають День Вооружённих Сил. Улицами Львові идут волонтёры і военні. Посмотреть на перший за 13 лет военний парад собрались нескільки тисяч горожан і гостей города. Просто щоб дитина бачила, як чим дитина займається, захищає Україну. Щоб він виховувався в дусі поваги до рідної батьківщини, до землі. Во главі колонни курсанты Академії сухопутних войск ім. Сагайдачного. Чекання шаг марширують по базальтовій брусчатці. Говорят, к параду готовились цілий місяць. Звичайно халювалися, щоб не дописати, якось планувало, кабуна нас бити. Так, все добре. Сразу за курсантами, военнослужащі і ветеранами АТО, всі з оружіями, в боєвої амуніції, волонтёри під огромним сіне-жёлтим флагом. Героям слава! Ми просто хотіли показати нашу силу, як нас є багато, хоча це, я скажу, один відсоток від тої армії волонтерів, які тут, зокрема, на Львівщині працюють. А в Одесі этот день ознаменовався пополненням в боєвому составі военно-морських сил. Моряки приняли на вооруження два нових бронуванних катера – Акерман і Бердянськ. Над бронекатерами торжественно піднімають флаг ВМС. С цього момента вони офіціальна частина національного военного флота. Почти год їх испытывали на морських полигонах, стрельбах, а в сентябрі вони даже умудрились пройти боєвое крещення, коли возле острова Змеїный пришлось встретиться с российским военным кораблём. Русь право 10, на РУМ 310. Русь право 10, РУМ 310. Высокая скорость, отличная манёвренность, надёжная работа навигационних систем і точне ведення огня. Акерман і Бердянськ можна використовувати в прибрежних морських зонах, на реках і лиманах. Задачі – патруліровання, охрана границ, сопровождення судов і, звісно ж, оборона. Дуже сучасні модуля, розборування 30-млітровими автоматичними гарматами. Вони показали, що вони можуть боротися як з надводними силами, так і з повітряніми силами. Ещё одна особенність бронекатера такого класа – могут тщательно маскироваться. І не тільки с помощью спеціальної дымової завеси. Конструкція корпуса ізготовлена з использованням стелс-технологій. Данний корабль даёт дуже маленьку засветку. То есть на дистанції, скажімо так, 8-10 км, на радарі це буде засветка, як от маленької шлюпки. Куди вони відправяться на перше боєвое задання, пока неизвестно. Тем временем на верфях для вооружённих сил идёт строительство ещё 4-х таких же катеров. Як ожидается, на воду їх спустят к августу следующего года. Андрей Анастасов, Галина Якушко, Юрий Голубинко, Ігор Механошин. Подробности – телеканал «Интер». Накануне Пётр Порошенко поздравил с профессиональным праздником военных на передовой. Президент лично проінспектировал опорный пункт в километре от оккупированной Горловки, пообщался с бойцами и вручил государственные награды солдатам и волонтёрам. Я від щирого сердца всіх вітаю з 25-ю річницею Збройних сил України, саме тут, на передньому рубежу української оборони, разом з українськими героями, которые сегодня выполняют найважливую миссию в государстве. Боронят нашу свободу, боронят нашу незалежность, боронят наш суверенитет. Я пишусь быть среди них. Я пишусь, что у нас есть такие Збройные силы. Я пишусь тем, что мы побудовали за эти два с половиной роки. Великое дякую всем, кто доклався за эти два с половиной роки до будівництва нової армии України. Слава Україні! Героям слава! За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный и трое получили ранения. Боевики 32 раза открывали огонь по нашим позициям, били из тяжелого вооружения. Все подробности с передовой от Ирины Баглай. Добраться до крайних позиций можно только на БТРе и на максимальной скорости, потому что мы в прямой видимости у врага. Дальше пешком, не сбавляя скорости, в траншеях. С утра военных поздравляет снайпер-боевиков. С утра начал работать снайпер и работает по это время. То есть периодически по несколько выстрелов производит по позициям и перемещается. Днем успокаивают бойцы относительно тихо. По самое тяжелое время ночь, когда под Донецком и Горловкой наемники начинают бить из тяжелого вооружения. Во время последней такой атаки два часа продолжался минометный обстрел наших позиций. Начала работать артиллерия противника. Работали минометы из-за террикона. Работало три миномета. И уже правее из-за лэпов работал еще один миномет и работал танчик, который бил определенно, то есть точно, наведенно били по одной из наших позиций. Праздничной атмосферы на рубеже нет, но самое дорогое – весточку с мирной Украины – получили. Десантник с позывным «Феникс» говорит, первым и самым дорогим было поздравление от сына. Сын Даниил, 7 лет. Что говорил? Ну что, витаю, витаю, витаю. Все, собираюсь в школу. Рассказывает, да, что я в АТО. Жена говорит, что очень не нахваливается, не нарадуется. Так вот, ему папа там. Гордится? Гордится, да. В тылу, за спинами десантников, Торецк поздравил защитников концертом. Провели спортивные соревнования в местной школе. Команда любителей, команда шахтеров, команда військовослужбовцев. Это для того, чтобы сближать людей, цивильных с військовыми, для того, чтобы все дружили и поважали один одного. Сильные и духом, и телом они между вражескими обстрелами находят время, чтобы поддерживать себя в форме. Гордится, да, да, да! Тот, кто хочет – шукает способ. Тот, кто не хочет – шукает масок. И дружными средствами. Силы, турники, буси. Я кантели, сын с патронами, я кантели. Коров с патронами. Тоже разный вес. В день вооруженных сил Украины боевики, не дожидаясь ночи, открывали огонь из минометов по Авдеевке и Луганскому. На Мариупольском направлении ударили по Широкину и Марьинке. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Игорь Щепет. Из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Запретами по кризису, из-за чего в Германии собираются ужесточить правила для мигрантов. Возраст не помеха. Почему столетнего британца записали в педофилы? Украинский корейка. Как у зарубичанина увели миллионы из банковской ячейки? Греца на улицу. Жители Никополя в Днепропетровской области, которые живут без отопления и электроэнергии, протестовали сегодня возле местной энергокомпании. Температура в их квартирах едва достигает 6 градусов. Как они выживают и есть ли шансы на тепло, разбирались наши корреспонденты. Олег еще на прошлой неделе отвез сына и жену к родственникам в село. Жить в городе стало невыносимо. В семье все постоянно болеют. Я сам заболел на больничном, не могу вылечиться. Сижу, а ребенка, куда морозит, жена тоже сопли, кашляет. С ребенком это просто благодаря, что родственники есть. И отвезли, что сейчас у родственников находятся. В доме, где живет Олег, уже 6 дней нет электричества. Говорит, свет дают лишь на пару часов. Но этого недостаточно, чтобы прогреть квартиру и даже, чтобы приготовить еду. Я хожу, он 4 штана, и малыша одеваю. Я его не раздеваю, когда лошадьцом спать. Я его двух кохтах, это как минимум, он у меня сидит, лежит, спит. И то просыпается ночью, но у него ручки очень хорошие. Не дай бог заболел. В домах по улице Каштаново из-за отключения света выходит из строя техника и котлы. Любовь Евгеньевна за ремонт своей системы автономного отопления уже заплатила больше тысячи гривен. Женщина боится, что скоро бытовой техник у нее вообще не останется. Каждый вечер идут отключения. Каждый вечер. Вот только вчерашний, позавчерашний вечер, за три недели мы были со светом. Долго ли еще придется жить в холоде и голоде? Люди пришли спрашивать у энергетиков. Те же рассказывают. Город в этом году остался без централизованного отопления. Но к наступлению холодов далеко не все горожане успели перейти на газовое автономное отопление. Поэтому греется электроприборами. Таких нагрузок не выдерживает сеть. Авария одна за другой. Говорят, за день без света могут остаться четыре микрорайона. Сейчас специалисты усиливают сети дополнительными трансформаторами. Элементарный расчет. 250 было. Прошлой зимой хватало на всех. Сейчас уже получается стоит 400, его не хватает. И 315 еще доставим. Но это уже будет надежно с запасом. Дополнительные трансформаторы установить во всех электросчетовых обещают уже до конца декабря. Но пока работы еще ведутся, верных отключений не избежать, говорят чиновники. А значит, Никополь будет и дальше мерзнуть в темноте. Елена Миндалюк и Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область. Транспортная изоляция. Райцентр городища в Черкасской области вместе с прилегающими селами остался полностью без автобусного сообщения. Что заставило единственного местного перевозчика закрыть АТП. Разбирались наши корреспонденты. Жители села Калиновка никогда не были избалованы общественным транспортом до трассы 9 километров. Транзитные автобусы в населенный пункт просто не заходят. Их обслуживал только один рейсовый автобус из райцентра городища. Да и того уже давненько не видели. Два недели. Два недели. Он ходил два раза. Понеделок и середок. То не было. То и тиждень, и цей тиждень не было. Отрезанным от цивилизации оказался весь 40-тысячный район. Рейсовые автобусы единственного местного АТП не вышли на маршруты. С прошлых выходных техника под замком. На территорию предприятия не пускают даже водителей. Это вчера заварилось. А в 2 часа пришли, то замок на калитке висит. Водитель Андрей Могильный проработал здесь 30 лет. Говорит, проблемы начались 9 лет назад, когда контрольный пакет акций перевозчика выкупил депутат Черкасского облсовета. АТП он подарил сыну. Еще 3 месяца назад нам высунули такие умовы, что нерентабельно, невыгодно, мы будем закрывать. Почему предприятие решили закрыть? Узнать нам это так и не удалось. Собственник отключил телефон. В городе же ходили слухи, что 4 месяца назад молодой предприниматель проиграл другой бизнес в карты – автомагазин. После чего переключился на АТП. В городищенской райадминистрации ответов на вопросы почему и зачем тоже не знают. Хотя глава района едва успевает отбиваться от претензий пассажиров и водителей. Чиновники говорят, что с сегодняшнего дня они выпустили на маршруты новые автобусы. Другого перевозчика, пусть и временного, искали несколько дней. Все сегодня выехали. Это все местные люди, которые имеют лицензии на перевезение, имеют свои автобусы. В райадминистрации уверяют, с нового года проблем с транспортом в районе не будет. Сейчас власти ищут инвестора для создания нового АТП. А вот со старым перевозчиком уже будет разбираться прокуратура. Станислав Кухачук, Павел Тимошенко. Подробности – телеканал «Интер», Черкасская область. На служебном авто первого вице-спикера Рады отмывают деньги. Об этом сама Ирина Гераченко заявила на своей странице в Фейсбук. Согласно предоставленной справке, ее служебный автомобиль каждый день наматывает не менее 120 километров. В том числе и во время ее постоянных командировок в Минск. А в августе, когда вице-спикер была в отпуске, машина по документам наездила более 4000 километров. Лишь на одном автомобиле за месяц могут списывать 10 тысяч гривен, подозревает Гераченко. И требует от спикера разобраться с, цитирую, этим позором. Почему Минздрав с нового года прекращает финансирование патронажной службы Красного Креста? Накануне мы рассказывали о том, каким последствиям это может привести. Без опеки могут остаться 350 тысяч больных. В Минздраве ответ пообещали дать сегодня, но, к сожалению, мы его так и не дождались. Поэтому будущие службы пока под вопросом. Тем временем, Владимир Гройсман представил нового руководителя государственной лекарственной службы. Это место заняла Наталья Гудь. Премьер поручил ей проконтролировать снижение с нового года цен на лекарства, а также бесплатное обеспечение медикаментами больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и бронхиальной астмой. Украинцы не должны переплачивать на 30, 40, 50, 100% за те лекарства, которые в соседних странах стоят, соответственно, дешевле. Другое задание, которое я ставлю перед вами, чтобы вопрос о регистрации лекарства было абсолютно спрощено, и мы смогли получать возможность наявности в Украине лекарства по правильным ценам и высокой якости. Более трех миллионов в валюте пропали из банковской ячейки у жителей Ривны. Мужчина пришел в банк проверить свои сбережения и обнаружил там пустой сейф. По его словам, из ячейки исчезли почти 2 миллиона долларов, миллион 230 тысяч евро и более 200 тысяч швейцарских франков. Пострадавший объяснил, что деньги эти он заработал за границей, но, по нашей информации, живет он довольно скромно. Также непонятно, как ему удалось перевести такую сумму наличных через границу. И ограбление на полтора миллиона гривен. Именно столько украли у мужчины средь бела дня в Харькове. Это произошло в спальном районе города. 36-летний житель Днепра приехал в Харьков, чтобы купить машину. Продавцов он нашел в интернете, договорился с ними о встрече, но обещанного автомобиля он так и не увидел. Четверо мужчин, угрожая оружием, забрали сумку с деньгами. Пострадавший позвонил в полицию. Почти сразу же грабителей задержали о нападавших. Пока известно лишь то, что все они жители Харькова. Под угрозой автомата Калашникова и два помповых ружья завладели деньгами и скрылись на темной десятке тонированными стеклами. Люди находились в автомобиле, при себе находилось у них оружие. При визуальном смотре была мороженная сумка с деньгами. И информация последних минут. В центре столицы, в районе стадиона Олимпийский, начались беспорядки. Толпа громила автомобили, магазины. Досталось и пункту обмена валют. Пока нет информации об ограблении. Вот эти кадры, вы можете сейчас их увидеть. Мы следим за развитием этой ситуации и будем держать вас в курсе, как только станут известны подробности. МИД Украины требует немедленно допустить консулов к крымским политзаключенным Андрею Захтею и Евгению Ипанову. Об этом заявила спикер ведомства Марьяна Беца. Накануне суд в Москве продлил срок заключения украинцев до марта следующего года. Евгений Ипанов опроверг свое чистосердечное признание. Заключенный заявил, что он был вынужден сделать его вследствие пыток. О следах издевательств на теле мужчины заявляли ранее и правозащитники. Напомню, Андрея Захтея и Евгения Ипанова сотрудники российского ФСБ арестовали в августе якобы за подготовку терактов в оккупированном Крыму. К заключенным до сих пор не пускают украинских дипломатов. Газопроводу «Турецкий поток. Быть» президент Турции Реджеп Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Москвой о строительстве новой трубы. Согласно проекту, планируется проложить две ветки. Общий объем прокачки должен составить более 30 миллиардов кубометров газа в год. Строительство морской части Турецкого потока планируют начать во второй половине следующего года. Напомню, идея проложить новую магистраль возникла сразу после введения санкций против России. Однако ее отклонили после инцидента с российским военным самолетом, который был сбит силами турецкой ПВО. Украина обновила 60% своих гидромощностей, увеличила производство зеленой энергии. Это позволило сделать энергосистему стабильнее и сэкономить на дорогих традиционных видах топлива. Модернизация будет продолжаться. В частности, планируют завершить строительство Днестровской ГАЭС и начать новое по ткани. Вам все подробности в материале. Это машинный зал в сердце Киевской гидроэлектростанции, построенной еще в 60-х. На глубине 12 метров ниже уровня Днепра расположены два десятка гидроагрегатов. Это турбины, совмещенные с генераторами. Ежедневно они вырабатывают по 1500 киловатт возобновляемой энергии, пропуская через себя речную воду. Около 700 тысяч кубов каждую секунду, рассказывает главный инженер ГАЭС Олег Урманов. За счет изменения или модернизации этой конструкции мы увеличили уже мощность нашей станции на вот эти 22%. Профинансировал модернизацию Киевской и других ГЭС Всемирный банк. Впервые замена устаревшего оборудования проводилась на действующих станциях. Раскоши отключать их Украина позволить себе не может. Ведь гидроэлектростанции исполняют роль своеобразной подушки безопасности при пиковых нагрузках и авариях. И их мощность в два раза меньше, чем необходимо. До сих пор эту нехватку компенсировали за счет других источников энергии, которые значительно дороже. Теперь экономят. Мы экономили больше, чем миллион 100 тысяч тонн вугилья. И приблизительно 50 миллионов долларов мы экономили на газе. Впрочем, достичь евростандартов по безопасности энергосистемы Украина сможет не раньше, чем в 2024-м, говорят в Укргидроэнерго. И только в том случае, если будет построена Каневская гидроаккумулирующая станция. Вложить в нее более миллиарда евро предварительно согласились Всемирный банк, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк. Окончательное решение доноры примут после общественных слушаний в Каневе, назначенных на начало 2017-го. Наталья Савченко, Сергей Килимник, подробности телеканал Интер. ЕС поддерживает украинцев, которые стремятся защитить уникальную природу Карпата, выступают против вырубки леса. Об этом заявили в председательстве Евросоюза в Украине. В то же время ЕС выступает против нынешнего запрета на экспорт леса Кругляка. По мнению европейцев, ограничения не решают проблему незаконной вырубки в Карпатах, а лишь мешают свободной торговле. Напомню, 24 ноября в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко пообещал отменить мораторий на экспорт древесины в обмен на финансовую помощь. Кредит в 600 миллионов евро. 11 минут 20 секунд овации для Ангелы Меркель. В немецком эссене сегодня проходит партийный съезд христианских демократов, на котором госпожу Меркель переизбрали лидером партии и официально выдвинули к кандидатам в канцлеры. Главным событием съезда стало выступление самой Меркель. В своей речи канцлер говорила как о внутренней, так и о внешней политике. Пообещала справиться с миграционным кризисом и высказалась за запрет на ношение параджи в общественных листах. Говорила Меркель также и о ситуации в Сирии и выходе Великобритании из ЕС. В Эссен пригласили не только однопартийцев, но и международных гостей, представителей партии партнеров ХДС. В частности, в этом съезде принял участие и мэр столицы Виталий Кличко. В последние месяцы я размышляла о своей кандидатуре. Многие из вас говорили мне, ты должна попытаться еще раз. Это было приятно слышать. А теперь я хочу вам сказать, вы должны мне помочь. На этом пока все. Напомню, что мы отслеживаем ситуацию с беспорядками в центре столицы. Как только появятся первые подробности, мы выложим их на наш сайт. Побольше вам хороших новостей. До встречи завтра.